почти девочки с большими глазами да да все как мы любим это такой практически традиционный лечебный сериал вот вот знаете как вот ваш помнишь вот сейлормун мне всегда вот сейлормун даже что нравилось вот нет нет там не там где магия наша там идет у необычная жизнь она в школу ходит там где она ссорится с мамору там вот это вот все это мелочи жизни вот не про терапия про импоуэнт красотового а мне как раз нравилась самую бытовуха в ней что называется самую такой домашняя часть и вот матроска океби наверное океби океби наверное вот про это но такой вот про обычную жизнь он немножко лечебный он он безумно красивый и он сейчас скажу как бы с матроской имеется ввиду не девушка матрос а имеет это не феминизм это школьный форма школьный формул я думаю луна в матроске никуда из головы еще не у людей не выветрилась а сюжете можно вкратце и он совершенно не на спойлерит потому что это просто девочка живущая в сельской местности есть папа мама и совершенно пряничный домик и я хотел бы сразу отметить чудовищно качественную графику такого в полнометражниках не увидишь как красиво картинка сделана то есть она примут высочайшего уровня ручной работы у девочки есть мечта она фанатка одной девочки айдола которую она смотрит и в рекламе и всей передачи смотрела и выпуски шоу какие-то и она сама мечтает на на так когда-нибудь быть но это не из кино про айдолов вообще ни разу она просто просто у нее есть как бы сказать элемент для подражания ведь известно что среди фанатов айдолов между прочим половина это не мужики за 40 как все считают а половина это девушки между прочим даже и киби 48 время от времени делает концерты только для девушек ну чтобы им было спокойнее уютнее что называется между собой так у нас время бэкапа и очень макеби живет сельской местности такая бодрая веселая поскакунья вот она делает мощный прыжок и торжественно приземляется прямо прямо в рисовое поле даже рады я прямо млел от качества графики то есть она просто фантастически качественная такой просто сериалах я наверно не видел наверное ну примерно никогда то есть может быть киото анимэйш надо выдает такое это больше полметра прям вот сериал длина сумма моему выдает последние лет 15 да да конечно тут а тут прямо вот фантастического класса анимации причем это студии это самое ой потом скажу вот макеби чан но сэлор фуку и она идет школу а мама шьет и как раз школьную форму потому что она идет в ту школу которой когда ты мама училась и и там тонкость в том что она жила совсем младшие классы у них что называется потихонечку вымирают как часто в сельской местности во это она была одна она в наших классах училась гордом одиночество с ним было по сути одна преподавательница и персональный как бы учитель был потому что в первые три класса от младшей школы она там была одна а в старшую школу она уже пошла в которой учится много детей со всего года там даже есть общежитие в котором они все очень то есть она по сути с автоклассницей будет впервые в жизни и она прямо ждет не дождется она конечно и видела все сериалы про это и все то есть она так подготовилась еще в сериал конечно я не знаю как правильно сказать он про фут фетишизм несколько то есть тут реально а любимое аниме кентина тарантино да да тут реально писать на задней обловке количество кадра кадров с ногами я не знаю почему то есть это ну это понятно что это автор виноват автор гена я про него чуть позже расскажу автор смысле автор манги и автор манги автор манги и при этом оно все совершенно не пошло оно абсолютно на таком нормальном уровне то есть это уровень киона такой вот качественный смысле фан-сервиса тут вообще как класса наверное нету тут самую малость но вот такой вот с ногами что называется фан-сервис и очень мама шьет ей целую фуку младшая сестричка конечно завидует так что-то ты потолстела да ладно шучу обидел девочку и вот они едут в школу а везу за тканью пардон школу потом я даже не особо пересказу просто хочу показать насколько все офигенно сделано выбирают ткань то есть это все очень тщательно подробно с потрясающей анимации в 12 кадров то есть это все просто фантастической красоты сделано и дальше она конечно мама дошивает форму примеряет это все прямо подробнейшим образом показано вот она одевает форму видишь тут это просто вот фетишинство смысле что это такой очень глубоко интимный взгляд на все это то есть ты как будто примут рядом находишься время сопровождаешь как у документальных фильмов да вот преследует главного героя камеры везде вот наверно так и тут и вот она одевает эту форму и все очень нравится она счастлива отправляется в школу и выясняется что школе все одеты как-то немножко не так как она потому что с тех пор как ее мама училась форма несколько поменялось и а то есть изнарядили в были они ходят стандартные до стандартных блейзерах во всем этом и это просто чудовищная фиаско но поскольку мама на хорошем счету начальницы школы она сама когда-то учила вот она всегда сидит то она приняла решение что принципе школьных правилах нет указания на какую конкретно форму носить то зависит уже от нее надо ли ей носить стандартную форму либо матроску то есть это вопрос решать ей ее маме то есть она позволила ей быть как бы индивидуальностью личности то есть и это примут не то что совсем уж дилемма но но еще живут девочка айдол которая в по сути влюблена так она же как раз училась в этой школе тоже отсюда вот она она носила такую матроску и и вот это все на нее влияет и она принимает мощное решение действительно пойти матроски в первый день большой учебной школы и как бы с гордостью ее носить то есть это принципе уже говорит о очень сильном характере потому что как говорится в японских пословицах бьют по тому гвоздю которые выступают и она прямо вот самостоятельно принимает это вот решение и дальше казалось бы начнутся киндианские психологические проблемы вот как красота просто каждый кадр можно вешать на постер я не знаю это фантастической красоты просто вещь вся это только первая серия я посмотрел что клавер воркс клавер воркс точно да это вот мне вылетел что-то из головы совершенно и она прямо вот какой-то безумно классно сделана особенно первые четыре серии вот выделяется прямо совершенно киношном качестве я даже думал может они там для кино делали знаешь когда первые серии надо показать кино нет обычный телепоказ вот седьмой прошлого года был вот эти к вопросу в фетишизме она заходит в школу в класс там девочка сидит и стрижет ногти и засекает ее и говорит что если ты кому расскажешь я тебя убью это конечно было началом прекрасной дружбы и дальше сериал идет по накатанной дорожке то есть в принципе он не про не про драмы не про скандалы не про какую-то конкуренцию а про про знакомство с персонажами про то как она знакомится с другими девочками как она с ними вот узнает их характер и как она с ними дружит то есть вот это все про про их проблемы немножечко совсем тут в манге больше про проблемы рассказывается чем здесь но тут прямо по верхам проходится но в целом оно такое это очень милые истории жизни такой небольшой не довольно большой кстати сельской школы то есть только прилично потом чате павел понтюхин пишет впервые сериал про то как девочка собирает свой гарем из девочек же но почти да потому школа женская по крайне половина школы женская она там мальчики учатся отдельно у них и но она не то что гарем она с ними все дружит то есть там как бы есть слабые намеки на то что это чуть больше чем дружба по крайне от остальных девочек потому что она яркая очень но в целом это все в сильных пределах приличий это кстати рекламный ролик той самой девочки которая на фанате это которая смотрит по телевизору конечно и копирует ее жесты мне кстати вместо акулы изменился блохой да да рыба меч вот это как раз он находит фото своей мамы матроски лишь многие в кадре просто идут идут эндинг опенинг просто совершенно потрясающей красоты я слово потрясающе говорю очень много даже кадр видишь какой фетишистки абсолютно и дальше они про разные характера сказать это она решила ярко поприветствовать новый класс сделала сальто молодец дальше совершенно эпично комментирует ну ты круто конечно сейчас процитирую точно в общем надо было говорит я тут ушки пыталась одеть а ты прям молодец сошла со всех и козырей светанул и трусами надо было также делать она говорит она говорит это было фиаско геннадо об этом и в общем да и дальше ну короче она решила какой трюк продел чтобы сразу подкупить класс но класс как-то не очень вот это было фиаско но вот она вот так училась нашей школе совершенно 1 то есть поэтому она как бы всю жизнь мечтала учиться вместе и вот маленькая сельская школа а то есть это было настолько маленький населенный пункт что все да да что там у вас не закрывали за 1 есеницы да да так было пульс какие столь там чуть ли железную дорогу не останутся станция поезд ходила да 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 за 1 школьница так что вот здесь похожая история и ты она как счастлива то что это может учиться со всеми то есть это такие тихий раз там одна девочка очень маленькая на дне тоже немножко себе потешает свой какой кавай мелкий бегает то есть там вот такая качественная школьную жизнь очень качественно сделанная вещь так можно щелкать до бесконечно я тут на стриг и я наверное давайте немножко отойду в сторону там например четвертой серии эдник отличается от остальных там прямо анимация качественная как они прыгают на скакалках и там даже открыть клаверворкс там даже где-то есть благодарность сейчас я попробую найти если найду нет не нашел благодарности а японской ассоциации прыжков на скакалках которые видим далее поснимать как это все прыгается и так далее то есть такая совершенно прелестная японская ассоциация скакалок такой второй эдник маленький но на паре серий все помыли в даже и вот ящим начал догадываться что вот если у скажем так у девушек же есть вот фантастически нарисованы фри да вот этот про парней такой в которой занимается водными видами спорта а это ровно такой же только для юношей и жанр наблюдений за японскими школьницами никуда не делся вот как говорится нет никого внимательнее скучающего фотографа так вот здесь вот очень тонкий детальный взгляд по все пишу не совершенно пряничный домик папа у нее есть он просто много работает ужасно смущается при виде дочек потому что не знает как с ними нормально общаться но но старается потом ваша вообще заснула на папе потому что он устал пришел домой она очень хотела в школьную форму показать то есть такие тихие радости и в конце концов вот они там отец стоит курит она с ним общается то есть все такое очень очень домашние очень милые совершенно как бы сказать лечебная опять же ну ничего себе лечебная ладно ладно это такое лучше бегает босиком опять же фут фетишизм потому что привыкла бегать по поле по полям босиком там эпизоды чудные в общежитии школьном куда их они заходят там очень многие девочки живут в общежитии чтобы домой не ездить далеко потому что школа считается хорошей одно далеко от города и там вот такие вот мелкие детальки и там про каждую девушку дальше как бы идет отдельная история но вся как бы через призму как сказать через оптику а кебе чем собственно фут фетишизм во все поля прямо я не знаю как нет чуть-чуть слабее средней серии по анимации там похоже другой режиссер пришел и постановщик аниматор но в конце они опять управляются и последней серии это такой балет там школьный праздник происходит и они параллельно не просто пересказывать там практически нету не началку после чтобы не спали ну там не спойлерить там ничего спойлерить там одновременно показать как она играет в болейбол и как выступает на сцене с танцем с помощью этой своей подруги вот этой белобрысой которая играет под игрой и аккомпанирует я не подыгрывать компоненте на фортепиано и там замешаны два эпизода в одном идет спортивный матч а в другом она танцует на сцене и они превращаются такой суммарный балет это прямо тут по последней серии совершенно фантастической по красоте сделано такой с таким напором тоже то есть интересно режиссер женщина они вот с такой сочетание идеально получилось у них мужское восхищение такое автора и женская такая чувствительность у режиссера я просто такого очень давно не видел вот и что касается сам художника хиро сейчас я к нему вернусь это мужчина 87 года рождения он как обычно себе не очень много рассказывает вот у него вышло тоже сколько 8 лет и 10 по он в тому в манге уже вышло сейчас вот он он со школьных лет любит киото анимейшн работает кей вот эти вот как помнишь и всякие там драматические тоже вот клан от вот это все потом любит юки каху ригучи это которая дизайнер персонажей для лаки старый киен и она же там ака маркет делала и кокору коннектор на бы это вот вот очень любит эту художницу как она отрисует он сам когда-то вдохновлялся очень сильно вот этим вот камичу был чудный такой сериал 2008 по моему года кажется я стала богом говорит школьница и по моему это камичу прямо самое сердечко ударило потому что вот у него прямо камичу и получается на самом деле и у него кстати по кланаду было первый коммерческий дебют качестве иллюстратора вот это он юнкому четырехкадровый комикса по кланаду делал и тогда он хотел еще стать аниматором но на втором курсе университета он опубликовал свою первую большую мангу аквариум вот она такая и в 2009 еще году смотри какая красота 2009 год прямо и там уже в журнале печатались манга тайм керара карат назывался журнал и дальше они вот до 11 года и и печатали такая она называлась аквариум а после окончания университета он подал заявку и получил предложение работе от как он пишет под крупной анимационной студии которая производит оригинальную анимацию но к нему пришла медиафакторе и предложила делать мангу юмекури у него еще одна есть манга юмекури юмекури нет это вот это как раз медиуму кури я сейчас на не покажу я не помню куда я положил и он да и он решил что будет трудно совмещать и то и другое он решил отказаться от карьеры аниматора и решил стать мангакой это самое большая развилка в его жизни было то есть он даже сейчас надо вот делает всякие видеоролики например там у него есть ролик сакеби там сам анимировал то есть он все таки как бы не расстается со своей идеей и вот по его манге который вот вышла сейчас вот так и обещано сделали чудный совершенно сериал такой собственно учебник анимации в некотором смысле потому что он примут прям фантастического качества анимации сделал сейчас вот люди тубы а вот эскизы как раз к этой паре он лишь на маленьких листочках ты сделал отснял сел заниматься прям что еще хотел сказать он даже особый сеттинг не ставил просто решил про школьную жизнь так рассказывать и вот у них там вот первые четыре тома это как раз вот видимо то что попало в понимать дальше у него идет про летние каникулы семейный отдых и поездка в токио а потом сейчас вот до 70 тома и дальше сейчас вот идет это на следующий семестр и любование луной это называется там школьный праздник еще какой-то в манге больше проблем со всякими там школьными делами вот эти манга тоже очень хороша он прямо интересно что он местами смотри он не может отойти от анимации как-то звука делает прямо от анимационной последовательности этот первая страница манги так выглядит этот прыжок который в первой серии вот прям вот он прям всю последовательность и сделала раскатровал это так манга выглядит вот 19 страницах и она плюхается в лошадь это вот так сделано да он фантастического качества художника я унес в этом году вышел арт-бук он называется а тебе бичан вот такой вот футпринту а кебе как он по-английски называется принц шаги к кебе и он какой-то безумного класса просто такие следы нежные люс до следы надо он совершенно такой нежно пролисты наши в лучших 30 классических традициях и прямо в традициях книжных иллюстраций причем не такие очень живые смотрят видишь вот знаешь вот у нас вот как этот художник незнайки как его вальк он же аниматором был да и и это всегда в его рисунках заметно да у него очень живые люди с движением и вот у него тоже заметно что человек хотел стать аниматором то есть посмотрел насколько живые у него иллюстрации все они просто движутся в кадре не хватает такого чувства движения да да они они многие от штампов начинают а у него примут она живое она работает прямо на глазах артбук у нее совершенно фантастической красоты конце кстати у него есть неизбежный раздел названием но кроме интервью конечно нарисуйте треклятую сову смотрите берете вот так вот 1 1 1 и у вас получается все очень просто рабочее место хиро у него есть там макет класса даже есть чтобы ориентироваться по смотря акварель и дедами какого 3d ничего не пользуем кстати 1 озером он кстати первые три тома манки полностью рисовал руками и только вот дальше пошел какие-то компьютерные детали в основном задние фоны но до сих пор него манга идет смесь такая рисованные графики плюс фончики уже на компьютере сделаны смоделированы чем совершенно потрясающий артбук у 2022 года вот и безумно красиво ты минут как художника именно иллюстратора давай еще про сериал скажу пару слов это то что режиссер от миюки куроки сейчас я попробую найти есть чуть ли не единственная фотография не на паспорт у них выходили две фотографии в сети да вот вот она справа 2 сидит миюки куроки она это ее первая большая вот мы первая большая режиссерская работа но она участвовала в производстве так не тут акультик nine прекрасный кстати тоже очень люблю сериал который до сих пор боюсь смотреть это твоя апрельская ложь очень трагически по моему и как ни странно вот у нее большая работа была много она участвовала это idol мастер сайт м то есть это это мастера мальчиков да тут версия про мальчиков до другая страна мальчиков а был а сценаристка кстати рина и мазаки который вот мангу адаптировала она фотка ее вообще нет но она делала спай фэмили несколько серий и любимого франкси тоже несколько серий так что там тоже такие матерые люди собрались но сам хиро еще иллюстрировала рано бэлот суперкапа который когда-то мы рассказывали поэтому если кажется вам знакомыми картинки потому что суперкап мангой ой не манга а рано бэл иллюстрирована именно хиро в общем вот такой вот самобытный автор вырос просто вот эти вот эта вещь которую на которую он разорвался и пошел в мангаке когда они пришли кто-то он хотел то его на студию взяли в это время издатель сказал говорит давай мы тебе юмикери давай дадим это сериализировать и он юмикери стал делать а это кстати про горячую богиню на горячих источниках кто хочет может посмотреть манга забавная в общем вот я в полном восторге от того как это сделано как это анимировано с какими тончайшими деталями эта анимация сделана то есть вот вот хочешь под рукой иметь учебник анимации как вот как вообще вот это все тонкие детали делаются это прямо от готовой я в невероятном восторге от того как это все выполнено высочайший класс просто причем я ничего не ждал от этой вещи вообще она стрельнула вот вот так все наверно то у меня в восторге просто уже зашкаливает извините мне правда очень понравилась вещь не потому что это про девочек и школьницы все такое а потому что она она очень круто круто анимирована то что ты знаешь есть сериалы которые ради сюжета смотришь они там может быть летние задней левой пяткой анимированы а этот смотришь ради фуд-фетиш да и фуд-фетиш и прекрасный просто чудесная анимация высочайшего класса то есть называется вот матроска акеби по-русски он на кранч ролле есть а кранч ролловский да и он совершенно прекрасен а